всем привет и сегодня приглашаю вас на домашнее видео про орхидеи естественно это орхидея майя меня ее попросили купить пришла в магазин она была очень сильно просушена думаю чуть-чуть попою потому что она будет ехать в посылке поднимутся листики потому что они были как тряпочки подсохнет и уедет чуть донышком макнула водичку это было несколько дней назад и что вы думаете прошло несколько часов и грунт был мокрый такой как будто я его оставила замочила просто на несколько часов в воде то есть первое о чем хочу поговорить производители стали экономить на коре орхидеями занимаюсь несколько лет уже и крайне редко при покупке сразу же пересаживала торт стакан я не боюсь я поливаю чуть-чуть снизу замачиваю орхидея пьет а теперь ситуация поменялась коры нет в основном просто торф или чипсы кокосовые еще одна орхидея это я показываю как пример из недавно приобретенных здесь немножко коры все-таки есть она просыхает быстрее я заметила мне как бы на руку я люблю очень влагоемкий грунт дома сухо южная сторона света много полив занимает много времени и когда влагоемкий грунт можно время это немножко сэкономить сейчас я вот эти орхидеи перескочу покажу еще одну орхидею это красавица викторию с ее огромными цветами и она стоит у меня не просто так у нас есть в омске чат орхидеи омска и мы стали там проводить розыгрыши это претендент на розыгрыш в субботу пока она у меня стоит я просто ею любуюсь а грунт я не показала да вот смотрите все таки производитель другой и мы видим что здесь кора с орхидеи я ничего не делаю разыграем уже хозяйка приведет ее в порядок это 15 горшок ну и плавно переходим герою сегодняшнего дня это мини марк мини марки привезли у нас две недели назад в экофлору мы были несказанно рады естественно их купили так это не тот вот этот этот я забрала день завоза приехали они и сразу же купила что значит дома много света вы видите корешочки тронулись в рост практически каждый корешок даже вот этот видите тронулся в рост тоже самое грунт очень очень влагоемки здесь вообще мне кажется торф и кока чипсы и все ничего другого нет но корни тронулись в рост орхидея не крупная я ее так и оставлю вот в этом грунте вот именно этот горшочек но опять же в чате проводились у нас розыгрыши сроду ничего не выигрывала а тут я выиграла деленку и не марка и наташа выиграла деленку мы с ней взяли от один на двоих сегодня я его хочу поделить наташи отдельно себе отдельно и заодно рассмотрим какой же грунт посажены эти марки кстати еще хотя лужи камера выключить видите я крутила крутила не сказала стояли вы к флоре там света мало и корешочки как видите растущих то не особо точнее даже я не вижу ни одного растущего наташи тоже светлая светлый дом все замечательно растет проблем с корневой насколько я знаю нету ну вот мусорный пакет из горшка вывалились они прям легко два растения у нас девочки делили и был торфяной стаканчик вот он и тут уже делили прямо к флоре на двоих но и тут мы с наташей тоже на двоих видно что стакан и пошли корни уже вокруг осваивать горшочек здесь только-только начинают вокруг корешки расти торф стакан я уберу я себе возьму вот этот где корешков поменьше корни дело наживное лишь бы была розеточка жива-здорова грунт рассмотрелась на корешок самое главное что я хотела сказать вот он грунт принципе меня по большому счету такой грунт устраивает просто немножко еще добавить коры чтобы дышали корешочки так моей сухости нормальный грунт ну вот наташин я посадила обратно засыпала ему этим же грунтом убрала то в стакан со своего удаляется он легко потому что очень важный несмотря на то что просушивалась орхидея теперь она вот таком виде у меня лежит в раковине сначала я спонжиками протерла жидким мылом зеленым мылом зеленым мылом разведенным листочки теперь все орхидеи я хочу обработать от вредителей безумно боюсь таких вредителей как клещи поэтому вот разведенное средство это double face мы его все покупали баночка из-под средства для волос и просто полностью забрызгаем вытяжку включать не стало иначе будет шумно сейчас я включу вытяжку и продолжим полностью все забрызгаю с двух сторон вверх ногами лежит наш мини марк всегда боюсь чтобы в пазухе не попала вода не купаю орхидеи по этой же причине вот так сейчас он полежит у нас в это время мы соберем грунт наташа на стоит и видно даже корни зеленые потому что грунт влагоемкий что же мы составили в грунт наш это пресловутая крышка торта всегда мне делаю собираю грунт грунт кока чипсы у нас они сейчас продаются в ашане если кому девочки мальчики интересно где они есть ашан вот такой вот грунт кора не крупная кора как мне надо и растение мелкая маленькой и девятый горшок будет и просыхает у меня все очень быстро девятые горшки это большой дефицит это когда одно растение из него вырастает девятый горшок моется как что-то очень дефицит на советские времена ставится на место и ждет очереди кто следующий будет в нем расти вырастать подрастать до того же двенадцатого горшочка вот он грунт кора чипсы что его показала а и вот еще уголь уголь без него никак я всегда добавляю вот что у нас получилось при ближайшем рассмотрении мог добавлять я не стала видеть и тут много мелкого думаю этого будет достаточно ну все домик готов грунт готов орхидеи кверху ножками сушится сейчас будет пересадка посмотрите девятом горшке он как-то даже солидней смотрится прям такое растение почти взрослая вот наташина в двенадцатом у него растущий листик грунт мы с вами смешали я показала горшочек бушный но дефицитный наших допустим омских краях видите не высох еще все равно не высохло средства которыми обрызгала вот так это все будет промакиваться очень сильно боюсь что водичка попадет и растение не дай бог загниет в омске пасмурная погода видео у нас домашние и чем же занимается бантик пасмурную погоду хотите я вам покажу только от жизни от жизни собачьей собака бывает кусачий как вы понимаете бантик вообще не кусачая от слова совсем я ни разу не видела чтоб она кого-то пыталась укусить при всем том она у меня уже дама взрослая уже есть шесть лет вам тоже найти себе занятия в дождливый день приблизительно такой же как у бантика с вами не прощаюсь до новых встреч пока пока пока